здравствуйте мои дорогие и снова с вами я ирана кальман надеюсь что с вами все в порядке постараюсь снять для вас ну видео косметики конечно же но которая вас немножечко отвлечет от грустных мыслей хотя бы немножко и вас и меня заодно потому что просто не могу снимать стараюсь снять видео какое-то сажусь снимать видео и просто слезы льются и поэтому вот уже с третьей или четвертой попытки пытаюсь снять для вас видео потому что есть косметика которой я хотела снять распаковку потом уже начала и пользоваться вот за эти недели которые идет война и никак не могла начать снимать и вот сейчас все таки думаю надо отвлечь вас надо отвлечь себя как-то немножко разгрузить мозги невозможно целый день быть в новостях а это происходит автоматически как будто уже не контролируешь себя и ты смотришь страдаешь и переживаешь и если вы захотите видео разговорное на эту тему на тему как бороться с паническими атаками как я справляюсь с ними они опять вернулись вот за этот период к сожалению я с удовольствием сниму такое видео это будет не просто для меня потому что я действительно очень очень переживаю и мы живем в израиле мы знаем что такого война у нас очень часто но практически каждый год бывает здесь война и уже 30 лет я здесь живу я начала косметики да я так и знала что так и будет и ты все равно сопереживаешь не то слово я проживаю с вами все эту боль со всеми людьми в любом в любой стране мира у меня подписчики с разных стран все переживают все сопереживают все сочувствуют и здесь не важно кто на какой стороне здесь важно что главное это человеческая жизнь вот что важно самое бесценное что может быть это человеческая жизнь и это надо понимать и я за человеческую жизнь не просто за мир а за мир и жизнь каждого человека на этой планете вот что важно поэтому я желаю вам мира добра берегите себя и давайте начнем иначе не смогу снимать опять начну реветь давайте мои дорогие поговорим тут будет и корейская косметика который правда я планировала распаковать нужно начала пользоваться ну конечно мальчала волевые ручки уже распаковали ее думаю разочек другой и пошло поехало вот как всегда есть косметика для волосы здесь будет у меня тут все внизу я подниму покажу вам и также есть косметика от мак которая получила совсем на днях еще не пользовалась в общем будет интересно давайте отвлечемся подписывайтесь конечно обязательно подписывайтесь для меня это важно просмотры падают у всех блогеров у меня конечно монетизацию не сняли так как я живу в израиле но просмотрах так мало что как бы по любому каналу надо как-то выстоять а это зависит от ваших просмотров если вы в странах где в россии где могут вдруг не дай бог отключить youtube скачивайте vpn и говорят что это помогает как бы все таки оставаться на связи по крайней мере у нас в наших новостях так говорят да вот что еще все давайте начнем и так вот такой вот кремушек я получила его недавно уже начала пользоваться это хаксли конечно же корейская косметика тайна сахары антигравитационный крем это питательный крем с антиоксидантами обогащенный питательным маслом семян опунции сохраняет кожу гладкой эластичной и увлажненной защищает и воздействие окружающей среды очень интересная тут история что он сохраняет влагу антигравитация ну понятно красивые слова антигравитация гравитацию то никто не отменял но по сути что это за крем вот в такой коробочке он пришел я вот сейчас покажу все коробки выброшу ненавижу я эти склады дома с коробками чего особенного здесь лопаточка была и есть вот она тут короче говоря что я могу сказать по поводу крема у меня очень сейчас сухая кожа да если вы первый раз на моем канале я косметолог бьюти блогер и мне 49 с хвостиком и поэтому сейчас у меня кожа очень и поэтому не поэтому а вообще-то уже сейчас у меня кожа мне она была нормальная склонная к жирности сейчас нормальная склонная к сухости а вот сейчас зимой когда использую ретинол и кислоты есть видео на канале захотите посмотрите мой уход за кожей лица и так далее меня очень сухая кожа вот реально я не помню когда у меня была такая сухая кожа плюс у нас очень холодная зима, для Израиля это просто ну вообще-то что-то потрясающее с 82-го года не было такой весны, что уже говорить о зиме кожа пересушена как я ее не увлажняю, ну очень сложно, поэтому я искала себе такой, знаете, увлажняющий плюс питательный крем, потому что нужно не только увлажнение, но и питание хотя и существует такая ошибочка мне девочки пишут в комментариях подскажите питательный крем для сухой кожи, иногда девочке просто не хватает увлажнения, так что я конечно комбинирую и максимальное увлажнение сыворотками и питание по поводу крема на вид я когда его получила, я подумала ну прям, что-то такое густое максимально густое просто, знаете, такое вот подмороженное сливочное масло вот на взгляд я сниму близкую съемку, вы увидите но по факту когда ты его наносишь на ручку он начинает плавиться под теплотой рук, у меня сейчас они ледяные, вот после душа я выхожу да, разогреваю руки я действительно стараюсь разогреть руки перед тем, как наносить крем я всегда стараюсь делать массаж пусть это будет коротюсенький маленький массажик по времени там не всегда бывает много времени чтобы нанести свой уход ну, он еще и многоступенчатый у меня но каждое средство, которое я наношу я стараюсь делать массажик кстати, пишите, если вы хотите видео просто о том, как я делаю массаж какие-то мои лайфхаки какие-то вот такие моменты также видео с вопросами на с ответами на вопросы извините, вот сейчас такое настроение когда немножко рассеянное вся в новостях и в этих мыслях поэтому может сбиваться буду где-то обычная, более четкая жизнерадостная сейчас непросто непросто но я стараюсь улыбаться, чтобы вам было хоть как-то приятно смотреть на картинку не кислую морду же делать извиняюсь ну, как бы вот так значит, тает вот просто тает и он скользит как подтаявшее сливочное масло вот я не знаю, с чем это сравнить правда это не муссовая консистенция это именно как тающее сливочное масло и это крайне приятно прям приятно ты можешь сделать и массаж вот тут не надо отдельный крем для массажа не, ну покупайте если хотите но в принципе если вы хотите сэкономить вот такого плана крем я прям рада, что купила его открытие он и питательный и вместе с тем очень легко делать массаж крем еле-еле ароматизированный крайне приятный очень приятный пахнет очень хорошо приятно ну, какими-то цветочками я не знаю немножко насморк не могу сказать точно но приятный не резкая душка не травянистая не духами сильными не как-то вот очень приятно очень хорошо он подпитывает кожу прям очень значит, такой вот как маслица крем хотя это крем ну, очень великолепно остается что-то я и на ручки и на шейку и на декольте но я всегда так не забывайте все, что вы наносите наносите и на лицо и на руки и на декольте не экономьте потому что в конечном итоге это все выдает наш возраст не только физиономия лицо но и шея и декольте и, конечно, руки однозначно а руки сейчас очень пересушенные сколько ты их не машешь все мало я попью водички если вы не против так что этот крем был прекрасен был он и есть вот я его отодвинула если сухая кожа вам понравится дальше крем, который я вам хотела показать тоже в распаковке но тут-то я только начала им пользоваться а тут я уже использовала сейчас покажу сколько значит, вот такая потрясающая упаковка если вы давно на моем канале то вы знаете что спрей серум многостаночник как я его называю от Д'Альба посмотрите я его столько раз показывала и в фаворитах я его обожаю поэтому все что Д'Альба корейский бренд я хочу с белым трюфелем очень хочу что вам сказать это называется ампулбальм то есть это прям тоже такое питание увлажнение тоже как бы я надеялась что это поможет мне избавиться от сухости напитать кожу Д'Альба белый трюфель крем против морщин бальзам ампула крем с белым трюфелем в капсуле крем для кожи лица и шеи подходит для всех типов кожи поддерживает баланс уровня PH вашей кожи белый трюфель вместе с высококонцентрированными функциональными ингредиентами питает кожу разглазывает морщины а также обеспечивает противовоспалительный эффект и глубокое питание эффект лифтинга также вот тут утверждает производитель что это еще и для кожи с акне подходит и укрепляет барьер защитный барьер нашей кожи конечно упаковка фантастическая выглядит он действительно круто ну согласитесь это прям такой люкс даже больше на европейский люкс похоже очень очень красиво я прям в восторге конечно Д'Альба это бренд который мне нравится бренд ну благодаря сыворотке я уже ее не принесла я влюбилась ну вот этот крем мне не очень зашел я объясню почему видите как много использовала на вид это прям такой вот муссово нет ну это такой вот сливочно кремовая даже гелевая немножко консистенция пахнет как всегда Д'Альба приятно очень приятно волшебный аромат очень приятным таким вот чем-то нежным-нежным тоже какими-то может быть цветочками у меня с ним проблема дело в том что и как бы здесь девочки здесь чистая вкусовщина кто-то может быть и любит у меня уже было пару продуктов которые очень известны например от медипил крем для глаз что вот мне неприятна его консистенция а все его а многие его любят девочки мне писали нет надо разогреть я не люблю вот это вот надо долго-долго разогреть танец с бубном станцевать я считаю что если я плачу свои деньги мне должно быть приятно вот просто взять и нанести и прям нанести чтобы скользили руки чтобы ну даже в эту минуту чуть-чуть расслабиться здесь такая история что он как-то вот тянется на руках он никак улиточный нет но он так быстро впитывается и вот чтобы его чтобы делать с ним вот такой легенький даже массажик по массажным линиям он начинает тормозить как-то вот руки да не скольжение легкого такого может быть правда это рассчитано на более жирную кожу но нормальную склонную к жирности хотя он окажется таким питательным у меня неприятное вот ощущение именно потому как вот наносить на шею я вообще не могу обычно шейку надо вот легко-легко потому что здесь кожа но безумно тонкая поэтому здесь вот максимальное скольжение если тут еще вот более упругая кожа то шея она же тоненькая кожа здесь да у нас у нас нет тут сальных желез как бы как таковых поэтому тут должно быть вообще такое скольжение знаете но тут он вообще невозможно тянется кожа поэтому я вот так его наносила пол банки пока ждала другие баночки использовала повторять не буду он хорош для боли на мой субъективный взгляд для менее сухой кожи вот для жирной я не думаю что он подойдет может быть для комбинированной тут даже советовать точно не могу потому что вот для сухой кожи когда у вас прям максимально сухая кожа да я наношу сыворотку и мистом сбрызгиваю вот сэромом сывороткой да альба все равно он быстро впитывается и плохо скользит ну для меня это минус так что вот как-то впечатления не впечатляющие дальше только что буквально получила конечно мой любимый это у меня тундрачага тундрачага как вам нравится и это прессованная сыворотка сыворотка от бренда блайт кому важно не тестируется на животных великолепное действие и умный подход прессованная сыворотка тундрачага это сыворотка с высоким содержанием питательных веществ которые насыщают кожу влагой и полезными компонентами поскольку на 59,4% состоит из экстрактов грибов чаги из тундры насыщенных бета-глюканом в сочетании со смесью ферментированных масел включая оливковое органовое масло она помогает разладить морщины и повысить эластичность кожи девочки мои дорогие я уже который год и которую зиму повторяю этот продукт конечно блайт в этом плане ну никто еще по-моему не повторил вот эту сыворотку тундра чага он конечно уникальный на мой взгляд у них есть разные продукты но вот именно это это конечно любовь тут тоже есть лопаточка ну всегда идут такие лопаточки пластиковые я вам могу так сказать это любовь моя многолетняя то есть просто это все и питание и увлажнение и красивый цвет лица и мне нравится она и формат спрессованной сыворотки он конечно есть уже он есть у других брендов но мне кажется они были пионерами в этой истории мне так кажется может быть я ошибаюсь вот такой цвет да ну как бы кажется что это похожий вообще-то вот по мне с моего детства это вареная сгущенка вот такая ассоциация аромат вообще почти не слышится не чувствуется здесь девочки сливочная просто такая вот сливочная эмульсионная такая текстура даже вот как легенький кремушек кому-то хватит только этого и даже не надо закрывать кремом до какой степени она увлажняет и питает кожу вы не представляете она так хорошо восстанавливает и кожный варьер и действительно кожа красивая и подсвеченная впитывается в ноль не оставляет никакой пленки и под макияж это я не устану хвалить у меня есть и 8 бобов у меня есть эти видео найдите плейлист о корейской косметике и вы увидите там тоже от бренда блайт я снимала любимый мой моя мой тонер от блайт 8 бобов там это ну или 9 боже мне уже головой не работает девочки потрясающая сыворотка крем вот если вы не знакомы я уверена что мои специалисты девочки уже знакомы тысячу лет с этой сывороткой могу рекомендовать ее ну всем ну наверное даже и смешанной кожи в плане чуть жирноватой зимой если вам сухо кожа сухая очень очень рекомендую действительно очень хорошо увлажняет напитывает приводит кожу в такое нормальное состояние моя кожа ее обожает и я чувствую прям знаете вот что кожа чуть-чуть успокоилась напиталась не такая сухая знаете когда кожа сухая она становится более чувствительной уже где-то вот и чешется немножко потому что сухость сильная это нельзя допускать конечно но это происходит зимой происходит и это кстати еще и обезвоженность кожи и пить надо много воды мои дорогие потому что зимой мы пьем меньше и это тоже срабатывает кожу нужно увлажнять не только снаружи но и изнутри потому что иначе по-другому это вся история не работает об этом я много рассказывала на канале так что блать любовь моя следующее средство опять де альба ну понимаете меня просто вот мое любопытство не только как потребителя но и как косметолога заставляет покупать де альба потому что от этой сыворотки я сосла с ума повторяла ее миллион раз сосла с ума да вообще там очень нравится я купила я купила крем для глаз мне девочки рекомендовали золотые мои спасибо мультитритмент крем для глаз отбеливает и также заботится о ваших морщинах короче говоря вот такая упаковка и на мой взгляд это очень красивая упаковка очень лаконичная и тут 30 миллиграмм вот по мне это лучший формат лучше чем залазить банку пальцем потому что это гигиеничнее он знаете какой он такой вот вроде бы не очень густой потому что он в тюбике в принципе тут более такие жидкие формы обычные чтобы выдувить было легче при этом он легко распределяется то что я люблю вот именно что можно сделать массажик немножко спустить лимфу вывести сделать именно отток жидкости для этого нужно хорошее скольжение не сильное скольжение среднее но он и хорошо увлажняет и хорошо питает и пахнет волшебно деальба белый трюфель универсальный крем для кожи вокруг глаз 30 мг осветление и борьба с морщинами обеспечивает увлажнение постепенно улучшение эластичности кожи для всех типов кожи подходит антивозрастное действие повышение эластичности кожи улучшение тона укрепляет кожный барьер пептидный комплекс успокаивает чувствительную раздраженную кожу богатый минералами и питательными веществами белый трюфель аденозин типичный ингредиент для разглаживания морщин признанный министерством безопасности пищевых продуктов и лекарств укрепляет кожу и обеспечивает ее эластичность ну по поводу признанным министерством замечательно суть даже не в этом короче говоря очень хорошо увлажняет кожу подпитывает ее не супер скольжение не обманываете себя но при этом все таки можно это и не дешевая косметика но и не люкс вот что-то вот такое вот хорошее ближе уже к люксу я очень им довольна как и блайт сывороткой тундрачага так же и хаксли отличный крем вот здесь у меня не сложилось белый трюфель крем для лица не сложилось далее все хочу вам показать это чудо чудо чудное это канеба вы хотите чтобы я вас удивила это единственное что я пробовала у канеба у нас купить его невозможно это дорогой японский бренд тем не менее на каких-то скидочках вот такую вот штучку я купила это канеба интернешнл чтобы это не значило я правда не покупала ничего и это глосс в общем-то это лип глосс да но он как масло так что упаковка потрясающая все это конечно красиво ну японцы японцы умнички это блеск но он как маслица блеск масла если такое вообще может быть конечно вот у кого у кого у клоранс есть я вам тоже миллион раз показывала особенно в начале моей карьеры на ютуб очень много покупала различных уходовых средств блесков от клоранс и я могу сказать что это вот не уступает это даже ну на уровне или даже получше конечно японская косметика она всегда считается самой лучшей считалась это вот такая вот кисточка и он очень густой этот блеск но при этом он и подпитывает и ухаживает за вашими губами и это великолепно нет тут ментола никакого плампинг эффекта что хорошо когда ты ухаживаешь за губами тебе не хочется этой мяты ментола вернее чтобы тебе что-то щипало когда у тебя сухие губы а у меня они сухие я их вот скрабирую потом наношу бальзамчик или вот сейчас это средство вот уже чуть-чуть осталось все вот так хочу показать и думаю уже сейчас допользую брошу пустые банки а жаль и вы не узнаете я постараюсь найти ссылочку даже не помню где я его покупала на комсайте он очень хороший смотрите его на скидках потому что ну прям обалденное ощущение я вот так обильненько наношу и он подпитывает и даже защитную пленочку делает такое очень-очень классное средство почти ничем не пахнет мне это очень нравится покажу еще два средства которые я фактически использовала значит первое это доктор фишер наш израильский бренд ну я не знаю может его еще где-то и продают кроме Израиля много очень зрительниц из Израиля привет девочки с праздником и я хочу сказать сегодня праздник у нас да Пурим это такой праздник освобождения из Торы и в какой-то год когда мы приехали по-моему это было в девяносто первом когда была война мы приехали прямо на войну видите какое видео сумбурное да тут тебе и про косметику и про войну а никуда не уйти повестка дня и вот тогда произошла победа и она произошла именно здесь и по истории и по факту поэтому надеемся на то что скоро наступит мир я так на это надеюсь будем молиться итак доктор Фишер Юлактин тут у нас это вся серия она с мочевиной я вам рассказывала что это потрясающий компонент в качестве увлажнителя идеальный вообще в косметике очень на мой взгляд недоуцененный недооцененный вот и повеселились заговорилась шикарный для сухой кожи для кожи потрескавшийся для сухой и пересушенной ну 24 часа увлажнения 7% алоэ вера алоэ вера это на иврите значит ореховое масло и да и мочевина я могу так сказать что крем просто потрясающе увлажняет девочки он классный при этом в нем нет оперативной жирности силиконовости когда у тебя 90% силиконов в этом креме какой-то краситель отдушка и ты не понимаешь чем ты машь руки потому что они остаются жирными и при этом когда все это смывается они сухие вот такие кремы для рук это для меня просто анти анти тренд анти вообще все я не люблю тут же это прекрасное средство великолепно если у вас сухие руки а я считаю сейчас это важно зимой и вот интересное средство флекситол я не знаю чей это бренд какой-то европейский мне кажется это липбальм для очень очень сухой кожи губ здесь идет вот такой вот носичек и ну которым удобно наносить блеск блеск лечебное средство да любой есть такие блески с таким в таком формате это удобно знаете вот немножко такая вазелиновость есть в нем по консистенции я поставлю вам макросъемку у него конечно очень странный вкус вкус и вкус и запах такой ментол лечебная мась вот такое вот сочетание вот всего этого и это не не так чтобы сильно приятно но не так чтобы сильно отвратительно бывают средства когда я просто ну вызываю такой неприятный не будем говорить какой рефлекс нет я наношу его на ночь обильно когда кожа очень сухая и на утро вот эти все шелушинки как-то приглаживаются но это не пилинг конечно губки успокаиваются подписываются 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 и утром очень даже приличные губы восстановленные вот если несколько дней делать я не каждый день ну правда запах такой так себе днем я вообще не могу вдруг что-то захочешь попить поесть оно будет на ночь очень помогает мне вот он здорово помогает действительно восстановить губы когда они максимально пересушены ты не то что не можешь нанести матовую помаду ты даже просто и увлажняющую помаду все равно видно шелушинки это же прям отлично восстанавливает губы флекситол запомните в аптеке покупала в аптеке девочки то что куплено онлайн будут ссылки то что куплено в магазине просто оставлю название все внизу всегда в инфобоксе вы найдете так еще одно средство купленное в аптеке тут отдельная история долго не буду размазывать потому что и так видео уже длинное я купила один шампунь и жалко я его не сохранила я психанула если честно и выбросила его шампунь какой-то натуральный без СЛС без отдушек траляля я в общем веганский в аптеке ну пробовать жданда косметолог же все-таки и вообще блогер и помыла голову два раза и я все не могла понять что со мной происходит у меня тфу-тфу-тфу никогда не бывает перхоти для домашних я покупаю у мальчишек бывает бывает перхоть у меня я этим не страдаю хоть и сильно все-таки пережигаю корку я крашу волосы корку кожу головы а тут у меня был такой зуд девочки вот это описать нельзя словами боже мой чем я только не мазала я не знала что мне делать я майонезом мазала будете смеяться да вот такая вся такая современная прогрессивная косметолог дети-блогер ну вот просто даже майонез кстати успокоил вот так бывает я просто в ютюбе увидела думаю да ладно уже и он помог но в принципе я просто не могла ничем пользоваться повторюсь у меня не было перхоти но у меня после этого шампуня который сжег мне просто жалко что я выбросила я бы вам показала что не надо покупать ну в порыве психанула и вышвырнула его прям в мусорку а из мусорки доставать противно чтобы сфоткать для вас я все думала я все думала чем я спасусь и вот в аптеке я искала 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 и нашла это такой шампунчик от Виши серия Деркос Деркос если я не ошибаюсь никогда не покупала и это у нас шампунь от перхоти и неприятного ощущения на коже я не надеялась что мне это поможет но вы знаете это успокоило мою кожу головы у меня еще немножко осталось вот это вот неприятное чувство но это не такое что хочется чесать голову повторюсь у меня первый раз в жизни такое было это отличный шампунь это не шампунь который промоет ваши волосы всяких средств уходовых всяких там спреев потому что он пенится не так сильно по крайней мере у меня но он очень успокаивает именно вот понимаете если хотите промыть длину можно потом другим шампунем но вот именно кожу головы скальп очень он меня успокоил если у вас чувствительная кожа головы или есть перхоть опять же не знаю как от перхоти потому что у меня ее не было но мне вот успокоил он успокоил аромат у него волшебный он пахнет мятой не ментолом а мяткой и еще чем-то приятненьким это правда классное средство я прям очень ну не то что удивлена но мне понравилось вот теперь буду знать на всякий случай отличный шампунь особенно если вы красите волосы и пересушиваете кожу головой вам должно понравиться мои хорошие осталось несколько средств которые я вам покажу и все и мы закончим и так вы все-таки отвлекаетесь со мной немножко дорогие мои значит моя дочка в прошлый раз покупала это было где-то года полтора назад эти средства в этот раз она получила их в подарок у парикмахера она делала выпрямление волос я против но кто меня спрашивал человеку уже скоро 18 да и я помню была ребенком и маме делала тоже хочу перышки хочу это хочу то но разве можно маленькой женщине запретить быть красивой у нее шикарная кудрявая шевелюра но ее это не устраивает если честно меня тоже это не устраивало у меня тоже вьющиеся волосы и я их периодически выпрямляю всю жизнь хотя сейчас мода на локоны тоже есть тем не менее это вот такой бренд который конечно не буду я коверкать это по-французски лабуте наверное да он профессиональный его продают парикмахеры или в магазинах для парикмахеров здесь один минус вот в маске и в сыворотке и в спрее в шампуне меньше здесь сильная профессиональная душка ну такая вот как есть у профессиональных средств именно для волос но меня это не убивает она смывается и выветривается ну просто каким-то вот духомядеколоном таким не чем-то таким ха-ха ну не страшно нормально что могу сказать по поводу маски ладно начнем все наоборот маска как масло жирненькая такая прям густая я так ее зачерпываю знаете прям маска-маска но распределяется отлично и очень очень хорошо она как-то сглаживает вот эту сухость и кончиков потому что ну девочки кто красится поймут меня сколько ты эти сеченые кончики не подстригаешь да у парикмахера они все равно сухие потому что все пересушенное и это отлично вот такое вот знаете подпитывание ну мы понимаем да что это уже отросшие волосы они уже не живые так что увлажнительно питать их невозможно ну как-то закрыть вот эти вот чешуйки можно и сделать более более гладкие волосы более такие увлажненные хотя бы на вид и более приятные на ощупь и эта маска это делает так что мне она нравится и здесь ее много обратите внимание шампунь совершенно волшебный прям я в шоке я никогда да я вам всегда говорю я никогда не жду шампуня ничего особенного ну потому что как правило это такое что-то базовое всегда чересчур распиаренное ну шампунь ну что он делает ничего особенного в основном это уходовые средства дальше для волос они что-то делают здесь 750 грамм такая вот штука вот знаете только думаю что полка выдержала в ванной но шучу и я могу сказать что это просто прекрасно и тут написано что это после осветления против выпрямления для сухих волос и так далее и так далее шикарный шампунь и чем он шикарен во первых мне нравится вот эта вот помпа вот эта для парикмахеров никогда у тебя вот такая помпочка и руки мокрые в ванной скользят и соскакивают и неудобно тут прям так ну потому что здесь и банка такая девочки этот шампунь для моих волос когда вы меня поймете если вы красите волосы когда у вас сухие волосы да крашены осветленные вы моете шампунем и они очень сухие пока не надесешь кондиционер или маску прям вот застревают пальцы ну да потому что опять же шампунь они не увлажняют вот этот шампунь он такой какой-то молочковый правильный что очень приятно им мыть голову во-первых промывает нормально но я не знаю что такое прям промывает до скрипа вообще это как-то бред не знаю кто придумал до скрипа до скрипа все плохо что лицо что волосы нет промывает хорошо волосы чистые но при этом у меня не застревают пальцы очень хорошо гладенько еще до нанесения маски или там кондиционера или бальзамчик какого-то уже волосы не сухие и это так приятно и это прям отлично ну он пахнет тоже так каким-то одеколончиком ну таким вот ну как бы мужским вот все не могла подобрать сыворотка это сыворотка которая все это на серии не кончается не заканчивается никогда у нас прошлое не закончилось мы уже ее выбросили что закончился срок годности и опять Мишель принесла вот это такая густая здесь у нас кератин и органовое масло очень густая липковатая сыворотка не скажу что я фанат ее или поклонница большая нет ну что я беру каплю ну совсем капелюшку горошинку и именно вот кончики знаете чтобы чуть-чуть вот закрыть вот эти вот пересушенные кончики где-то вот отсюда и тогда они красиво смотрятся и хорошо теперь арикмахер Мишельке сказал что ты можешь взять эту маску капнуть каплю этой сыворотки смешать и вот нанести тоже классно получается так что в принципе неплохо этот спрей я пока еще не очень раскусила классный тоже удобный очень формат прям если закончится потом можно что-то перелить я вам расскажу позже не могу сказать плохо или хорошо тоже все тоже это профессиональная линейка для мультитритмент ну для кожи для волос с кератином и с органовым маслом подсвечивает распутывает делает более гладким и так далее вот в общем это вот так не могу сказать подробно но могу сказать что не так часто использовала что в принципе довольно приятный отдушка все та же я по большому счету могу сказать что вот если у вас волосы такие вот замученные да красками это хорошее средство если только вас не напряжет именно отдушка так что вы просто попробуйте в магазине потому что это продается именно либо в профессиональных магазинах для парикмахеров либо у парикмахеров и на этом мои дорогие нет я вас обманула есть вкусненькое на десертик вот были какие-то скидочки очень важно я купила немножечко здесь косметики но зато хотелочки вот люблю мак за то что они умеют так вот красивенько все это паковать и это хорошо я вам сделаю большую распаковку сейчас просто вытащу бумажечка все красоте обычно до упаковки у меня продукты до распаковки не доживают потому что я все распаковываю потом показываю начнем с такого классного набора слушайте классный набор и он вышел довольно выгодно здесь у нас ну сейчас я сначала открою достану и вам покажу здесь у нас тушь для ресниц я никогда такую не пробовала классную карандаш мягкий карандаш для глаз и почему я купила вообще этот набор мне понадобился фиксирующий гель для волос я думала купить Анастасию Беверли Хиллс в шайбе девочки если вы ее покупали умоляю пожалуйста напишите покупать ли ее это вот прям которые ты набираешь как мыло для волос да у Анастасии он так все его хвалят кто-то хвалит а кто-то нет на самом деле девчоночки если вы покупали скажите мне вы знаете как я доверяю вам и покупаю это же вот очень известный у них гель прозрачный для фиксации бровочек наших волосиков на бровях моя Мишелька она у меня специалист помог она часто покупает любит она и она говорит мама купи это классно и это в принципе очень классно пробовала я только сегодня перед видео и пока что все очень так держится но при этом не как пластмассовые брови знаете я не люблю такое как намертво как прибитые выглядит не очень живенько я люблю живенько помните как служебный роман живенько выглядит но при этом хорошо фиксирует здесь не такая маленькая щеточка как Ира любит Ира любит совсем массипуську как у Бенефит но Бенефит и стоит недешево это тоже недешево но видите бывают такие наборы это выходит более выгодно буду пользоваться буду рассказывать если вы хотите сделаю косметички месяца косметичку месяца давно не делали вообще пишите ваши заявочки и если вы хотите вопрос ответ видео обязательно задавайте вопросы обязательно прям так под этим видео и я бы хотела больше снимать вот таких разговорных общаться с вами очень хочу сниму видео наверное о том что я планирую делать на канале попозже хочу побольше вот таких видео общений с вами потому что для меня это очень важно хочу знать как вы где вы это прям действительно важно для меня карандаш его не нужно точить он механический он выкручивается и вот честно говоря это любимые мои карандаши нет тут нет точилочки вы знаете такие карандаши не сложно точить вот так вот об уголочек руки и он опять принимает форму он мягкий я его пробовала покажу вам на макро он черный мягкий тоже опять же подробно расскажу вот это вот именно такое распаковочка и тушь конечно я такую упаковку не видела что-то как-то не обращала внимания я уже сто лет наверное очень лаконичная интересная посмотрите какая интересная упаковка если кто пользовался расскажите я только начинаю ей пользоваться прям вот начну раз уже открыла и такая кисточка силиконовая с маленькими крошечными зубчиками наверное будет хорошо разделять такая огромная у меня есть именно с тоненькой кисточкой с голубой крышечкой от мак я ее обожаю а это вот такая ну не знаю слушайте это классно на мой личный взгляд попробовать когда идет вот такой наборчик я очень рада я вам подробно расскажу я мечтала купить кремовый румян это кстати последний продукт на сегодня так что я вас сейчас отпущу но это надо рассказать обязательно вам показать это румяна они кремовые но очень очень интересные оттенок здесь пичи да он такой на картинке казался он розово-персиковым но он так знаете когда пришел я подумала прям какой-то оранжеватый но сейчас у меня на щеках не знаю или вам видно ой какая интересная консистенция у него да да это спичи глу эффект у них прекрасный на мой взгляд я не знаю или камера передает именно автоаппарат да он подсвечивает кожу они эти румяна и здесь прям такая подушечка подушечка ну ладно не хотела залазить пальцами вот прям как подушечка ты так приятно вот трогать и трогать это какое-то удовлетворение получаешь от этого удовольствия когда понимаете вмятинка такая получается очень приятный очень просто очень у меня есть лайм край он тоже такой полукремовый полусухой полусухи румяна там другая история тут прям вот очень-очень мягкий податливый тают на пальчиках вот такой вот оттенок я сниму макро ну прям знаете действительно персиковый румяна немножко с оранжевиночкой такой но когда вы растушевываете что в них классно они могут быть если совсем чуть-чуть пальчиком я наношу или кисточкой или спонжиком спонжиком я люблю могут быть еле заметны а если наслоить то могут быть прям сильно потому что я когда красила сегодня я их нанесла и с одной стороны прям сильно-сильно я поняла мне пришлось тут же их растушевать тональным кремом спонжем потому что они могут быть очень-очень яркие почему мне так хотелось кремовый румяна у меня вообще много румяна у меня огромное количество могу снять вам видео и уже снимала есть на канале декоративная косметика у меня все по плейлистам заходите смотрите потому что кремовый румяна когда кожа сухая смотрится на ней гораздо лучше чем сухие ну это мое личное мнение я все-таки визажист хотя визажистом не работаю уже много лет но люблю эту историю обожаю макияж потому что крем кремовый румяна и скульпторы и бронзеры делают вашу кожу более живой потому что они дают такой вот финиш когда он чуть более подсвеченный и это дает такой приятный блеск естественный вашей коже и очень такую живость хорошую более молодую вот знаете когда кожа более молодая более подсвеченная именно даже румяна могут дать но тут никаких блесток девочки они матовые никаких если вы боитесь по крайней мере я не разглядела нет мне очень ну пахнут ничем особенно не пахнут мне очень понравились эти румяна прям восторг восторгович я конечно вам еще сниму свои отзывы о них обязательно наверное в косметичке месяца все-таки и вот на этом все мои дорогие на этом мои дорогие я буду заканчивать это видео я просто хочу пожелать вам любви крепкого крепкого здоровья мира чтобы люди оставались просто живыми здоровыми я блин конечно же обещала не реветь и не буду но уже реву я хочу чтобы вы были живы и здоровы где бы вы сейчас не находились я высказываю вам свою нашу поддержку я не могу сказать за весь Израиль да я вам не скажу за всю Одессу но Израиль весь вас поддерживает и люди посылают вам свою любовь я в лице Израиля посылаю вам свою любовь я от лица себя и своей семьи по крайней мере посылаю вам огромную любовь своих близких посылаю вам тепло свое я надеюсь что когда-нибудь мы еще сможем просто улыбаться и не думать о войне я желаю сил и здоровья всем кто пострадал по любой причине и физически и морально берегите себя дай бог вам мира, здоровья нам всем мира и здоровья у нас тоже уже неспокойно становится в Израиле опять конечно же войны не хочет никто мы хотим мира мы все хотим любви чтобы просто эта весна согрела нас чтобы мы почувствовали что вообще есть эта весна потому что честно говоря никто даже не понял что она пришла и не прочувствовал потому что мирная жизнь и весна это только тогда когда есть мир я желаю нам мира сумбурно непонятно сказала но зато честно то что чувствую я вас очень люблю я всегда рядом с вами спасибо за вашу любовь за вашу поддержку вы мои дорогие и я вас люблю вы мои друзья берегите себя и своих близких спасибо за субтитры спасибо за субтитры